Академия сухопутных войск во Львове в центре скандала. Там провели тендер на закупку рыбы для натовских военных, которые вскоре приедут на Яворевский полигон обучать украинских бойцов. Но смутила общественников даже не стоимость. Она такая же, как и на рынках, а личность победителя торгов. В чем залог успеха, расскажут наши корреспонденты. 3 миллиона 800 тысяч гривен. Такую сумму Академия сухопутных войск во Львове заплатит Виктории Казак. 21-летняя девушка выиграла тендер на поставку рыбы. 12 тысяч килограммов замороженного филе и тушек семги и хека. При том, что бизнесменом стало за считанные дни. Предприятие Виктория зарегистрировала, как только Академия объявила тендер на закупку рыбы. Затем за 4 дня, 2 из которых были выходными, успела заключить несколько договоров и даже получить рекомендации. Во Львове девушка всего несколько месяцев приехала из села Волощино. Долго и безуспешно искала работу. Согласна была на зарплату в 4 тысячи гривен. Подробности решили выяснить, как ей удалось выиграть тендер. Мобильный телефон, указанный в документации, оказался недействительным. Идем по юридическому адресу зарегистрированной фирмы. Вот только там живет эта семейная пара с сыном. Молодую бизнесвумен рекомендует поискать в соседней многоэтажке. Там ее по фотографии сразу узнали. Наша съемочная группа нашла квартиру предпринимательницы. Нам даже повезло ее увидеть, но буквально на секунду. Почему руководство такой уважаемой структуры, как Академия Сухопутных войск, доверило поставку продуктов предпринимателю, который совершенно не имеет опыта работы в этой сфере? Ответ нам пообещали дать на следующей неделе. А заодно и показать ту самую рыбу. Мол, организуют пресс-тур для журналистов. Юристы уверены, победитель тендера подставное лицо. Ведь в торгах принимала участие и другой предприниматель. А стоимость ее услуг была практически такой же. Она же працюет, дивись, с какого часа. С 2011 года. Шесть лет. У нее имиджевая история. А эта только появилась, впала с неба вчера. Я уверен, что руководитель этой физической особой-предприемки, которая выиграла этот славнозвестный тендер, ее родичкой кого-то из руководства университета Сухопутных войск. А вот сами военные не на камеру говорят. Уверены, скандалом с рыбным тендером против Академии Сухопутных войск развернули масштабную информационную кампанию. Цель – дискредитация учебного заведения. Ведь в данный момент оно пользуется огромной поддержкой и авторитетом. Это показала реакция на планы Минобороны расформировать сухопутку. Львовяне выступили категорически против, а депутаты на сессии облсовета приняли и направили обращение президенту, премьеру и министру обороны с просьбой сохранить Академию. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.